Там находится город Фиотира, там мануфактура очень развита. Также город был очень доступным, открытым для войск. Это поэтому ситуация такая, что они слабы. Также город, который зависит, который подчиняется. Также очень известен тем, что многочисленные торговые пути там проходят. Также очень известен тем, что это очень известен тем, что красильное производство там было. И гильдия там была красильщиков. И вы помните Лидию, которая с Фиотиры родом. Она жила в Филиппах. И она была первой женщиной, первым человеком, которого Павел привел к Господу в Европе. Она продавала порфиру. И вполне возможно, этому навыку она научилась в Фиотире. Но историк Плиний говорит, что Фиотир – малозначительный город. В 18 стихе Иешуа так о себе говорит. Сын Божий Бутарова глаза, как огненные, как пламень огненный. И ноги, как раскаленная бронза. Многие подобные Халка Ливану, раскаленной бронзе. Это единственное место в книге Откровения, где есть имя Сын Божий. И здесь это идет ассоциация с судом. Суд над этой общиной. И их отклонение от истинного поклонения Иешуа было настолько серьезным, что он призвал к повторному признанию Его Божественности. Поэтому глаза огненные говорят об этом горящем негодовании и очищающем судье. И ноги Его, как Халка Ливан, раскаленная бронза. И слово используется только в этом стихе в Библии. И это символизирует сплав драгоцинного металла. Который очень сверкает. Что в свою очередь подтверждает Иешуа в качестве судьи. В девятнадцатом стихе мы видим некоторые сильные стороны этой общины. Дано повеление Господам верующим в Феотире они получили похвалу за то, что они любят друг друга. За их веру, за их служение. За их терпение. И также за то, что они постоянно совершенствуются во всем этом. И также в стихах двадцатом, двадцать третьем это конфронтация и предупреждение. Имя Иезавель упоминается. Конечно, это имя из библейской истории царицы Иезавели, царица и жены Ахава. Которая повлияла на Ахава в том, чтобы он поклонялся хананейским богам. Это аллегория развлеченности. Также символ аморальности и взлопоклонства. И в отличие от Ефесян, которые очень хорошо могли разбираться с лжеучителями, Фиатира, Фиатирская церковь абсолютно толерантна была к лжеучителям. И они учили верующих, чтобы идти на компромисс с языческим сообществом. Вполне возможно, что Иезавель была патронесой одной из домашних церквей. Которая теперь вступила в конфликт с другими Из-за попытки приспособить христианство к окружающим традициям. И также путем оправдания аморальных поступков. И то, что вкушали мясо, предложенное идолам. И здесь язык используется. Еда, предложенная идолам. И также поступки аморальные, идолопоклонство. Это именно язык, которая использовалась против людей в Пергамосе. В 14 стихе. Эти же слова используются и против церкви пергамской в 14 стихе. Но ситуация в Фиатире хуже. Потому что большая часть верующих церкви Такое ощущение, что они толерантно относятся к присутствию этого лидера. Который воспринимает всю власть под видом пророчицы. И торговые гильдии, которые существовали в Фиатире Было бы трудно мессианским верующим зарабатывать на жизнь, Если бы они не принадлежали к одной из этих гильдий. Но членство в одной из этих гильдий требовало от людей, чтобы они принимали участие в банкетах. Что в свою очередь это кушать мясо, которое было принесено в жертву идолам. Поэтому что же оставалось верующим делать? Если бы он не поступал как общество делает, тогда бы он был без работы. Кроме того, участие в такого рода событиях Обычно это приводило к сексуальной распущенности. Что делало вещью еще много хуже. И вот в двадцать первом стихе Езебел дано время покаяться, но она так отказалась сделать. Поэтому она будет предана болезни. И вместо роскошной кровати, на которой совершались грехи, Она будет на одре болезни. И те, которые прелюбодействовали с ней, Также будут наказаны, Если только они не покаяться в том, что были ее соучастниками. Детей ее поражу смертью. И благодаря этому наказанию граждане Фиотиры поймут, Что Сына Божьего невозможно обмануть. Он исследует умы и сердца. Он всезнающий. И вот что я знал много лет назад, много времени назад. Вы не можете Бога уговорить что-то сделать. Именно в этом ошиблись отцы церкви во втором и четвертом веках. Когда они начали изобретать теологию замещения. Когда они начали изобретать теологию нового Израиля, истинного Израиля. Для них это хорошо очень выглядело. Им нравилась такая теология. Кроме того факта, что нет никакого библейского доказательства этому. Несмотря на тот факт, что нет никаких подтверждений такой теологии в Новом Завете. Во всей Библии нет ни одной ссылки на новый Израиль, либо истинный Израиль. Апостолы абсолютно ничего не знали о такого рода доктрине. Несмотря на это, они все были убеждены в том, что это хорошая теология. Поэтому они просто попытались убедить Бога, сказать ему вот что нужно, чтобы он думал. Вот как он должен относиться к чему-то. Но Богу не нужны наши исправления. Нам не нужна наша новая теология. Он просто ожидает, что мы будем подчиняться Его откровению. И в 24-25 стихах это наставление остатку. И в Феотирии есть те, кто не виновен и так и не поклонился, не был толерантен к Изавеле. И на них не повлияли эти глубины сатанинские. Также они не поддаются этим гностическим тенденциям. И обетование победителю в том, что я дам ему звезду утреннюю. И награда это сам Сын Божий. Потому что символически Он есть утренняя звезда. Следующая церковь Сардисская, третья глава. Сардис 20 км к югу от Феотиры. И был построен город к северу от горы Тмолис. Также 30 километров к востоку от Смирны. И это был еще один важный и значительный город. Тоже расположенный на дороге, торговой дороге с востока на запад. Также это, возможно, один из самых древних городов. И, возможно, его история доходит до 1200 года до нашей эры. Когда этот город был столицей Лидийского царства. И первый город был, в принципе, непобедим. Благодаря его естественным стенам и скалы И это были вертикальные скалы с трех сторон. Но начиная с завоеваний Персидской империи в 560 году до нашей эры. Сардис был завоеван Начало Персами, потом Греками, потом Римлянами. В 17-м году Из-за землетрясения этот город сравнялся с землей. Для того, чтобы помочь восстановить город, Император Тиберий не брал налогов в течение пяти лет. Кроме того, он огромную сумму денег просто так давал, жертвовал. И в качестве благодарности Сардис построил храм, посвященный Тиберию. Также в благодарности Тиберию Монеты были изображением этого императора. И получается, известно, этот город был искусством крашения шерсти. И также в Сардисе была еврейская община. Многие из которых поселились в городе после разрушения Иерусалима 70-го года. И первые еврейские поселенцы, возможно, пришли в Сардис, еще в 586-м году до нашей эры, во время первого разрушения. И теперь, к первому веку, евреи Сардиса были богатыми. Также у них было право отсылать свои деньги в Иерусалим. И также им разрешалось кушать ритуально чистую еду, пищу. И больше населения города практиковало идолопоклонство. И было множество мистических культов и секретных религиозных сообществ. И этот языческий город имел славу распущенного города. Также плохая репутация о недостатке морали. И очень сильной разращенности. Также мы видим в первом стихе Тот, у Которого есть семь Духов Божьих и семь звезд. Мы уже рассмотрели эту концепцию семи Духов Божьих. И то, что мы увидели, на самом деле, это семь качеств Духа Святого. И как в 1.16, Семь звезд, это посланники к общинам. И должно быть ясно общинам Что лидер общины ответственен И что он подотчетен самому Господу. Поэтому это послание, это упрек. И так же в этом послании нет никакой похвалы По сравнению с другими посланиями. Он говорит, я знаю твои дела. Ничто не скрыто от его глаз. У тебя есть имя, у тебя есть репутация. Что ты жив, но ты мертв. Понятно, что община была весьма почитаема Другими общинами. Очевидно, что община была весьма почитаема С другими общинами. Также люди в общине считались духовными. Что у них было свидетельство, эффективное служение и свидетельство Господа. Но здесь с божественной точки зрения У общины было только имя, что она жива. Но на самом деле она была мертва. Если мы говорим о духовной жизни и духовной силе. Поэтому Иешуа приходит к этим безжизненным святым. И что у него в руке находятся нуждающиеся звезды церкви. И что у него также есть дух, дающий жизнь. Он может совместить и то, и другое вместе. Не только для того, чтобы поставить диагноз ситуации. Но также чтобы оживить мертвых. Довольство посредственностью. Недостаток энтузиазма, также подтворство еретичеству. И недостаток глубины убеждений. Что бы привело к нетолерантности и нетерпимости. И эта община была слишком смешанная для того, чтобы ее вообще преследовать. И поэтому в стихах втором и третьем. Он говорит, проснись. И в следующей стихе. Пять заповедей в том, чтобы быть наблюдательным. Получается дважды этот город был завоеван. Из-за того, что сторожа, либо те, кто наблюдает на стенах, они не увидели врагов, которые забирались по стенам. И поскольку они были на таком высоком уровне, они были настолько возвышены, и они думали, что никто их не завоюет. И поэтому они не следили, они не наблюдали внимательно. И это привело к мертвому состоянию. И то, что произошло с городом, теперь произошло и с общиной. Поэтому там есть пять предупреждений. Проснись. Утверждая прочее, близкое к смерти. Вспомни, что ты принял и слышал. Храни. Покайся. И если не покаешься, это приведет к суду над цардиниской церковью. И этот суд будет праведным. И он будет внезапным. И также этот суд будет... Он не отменен. Не каждый верующий, находящийся в Сардисе, был осужден за посредственность. И в стихах 4-6 Мессия обещает трехкратную награду для тех, кто исполнит это. Он говорит, они будут ходить со мной в белом. И у них будут близкие отношения с Иешуа. Дальше. И не излажу имена из книги жизни никогда. Я никогда не излажу их имена из книги жизни. И очевидно, это намек на то, что возможно... Намек на то, что, может быть, имена некоторых будут изглажены из книги жизни. Мы знаем, что есть некоторые люди, которые учат вечной безопасности спасения. Спасен однажды, спасен навсегда, другими словами. Это вообще невозможно, чтобы кто-то потерял свое спасение. Но я не ощущаю этого, читая этого стиха. Очевидно, возможно, чтобы чье-то имя было изглажено из книги жизни. И он говорит, те, кто верен, их имя не будет изглажено из книги жизни. И в Афинах, и в некоторых других городах. Была традиция такая в греческой империи изглаживать имена граждан Греции, если они были казнены. Но Иешуа говорит, что Он провозгласит об этих верных людях. Перед Моим Отцом и Моими ангелами, что они Мои. Следующая община, это филадельфийская. Филадельфия находилась на расстоянии 18 километров к юго-востоку от Сардиса. И также 40 километров на востоку от Смирны. И тоже подножия гор. Это был город на границе земли, которая называлась Сожженная земля. Это была плодородная вулканическая долина. Очень хорошая для того, чтобы выращивать виноград и делать вино. И город был известен тем и другим. Кроме, помимо сельскохозяйственного успеха, Филадельфия также было коммерческое процветание в Филадельфии. Она стратегически располагалась, город. Тоже на соединении перекрестки нескольких торговых путей. И также назывался город воротами на восток. И также этот город был разрушен в результате землетрясения в семнадцатом году. И тоже император помогал восстанавливать этот город. И в этом случае Иешуа так о себе говорит. Он святой и истинный. Мессия является автором истины. В противопоставлении всем лжеучениям, лже-доктринам. Как вы знаете, не может быть никакой святости без истины. И что он держит ключи Давида. Он может отворять и затворять ворота. Это ссылка на Исаия 22, 22. И я тогда дам ключи от дома Давидова. Когда он открывает, никто не закроет. Когда он закрывает, никто не откроет. Поэтому общение в Филадельфии, окруженное со всех сторон беззаконием, Иешуа дает им подтверждение, что у него есть сила открывать и закрывать потому что его такая суверенная воля. В восьмом стихе Он хвалит Филадельфийскую церковь. И говорит, что Он дал им большую возможность. Я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Эта община располагала стратегически и распространяла Евангелие, которое изменяет жизни, по всей Азии. Все, что им нужно было сделать, это выступить с верой. И то, что Иешуа сам открыл дверь. Вполне возможно, это основывается на девятом стихе. Возможно, открытая дверь относится к верующим евреям, которые были исключены из синагоги из-за своей веры в Мессию. И вполне возможно, что пока дверь синагога была закрыта, Мессия, Господь славы, открыл ту дверь, которую никто не может закрыть. Потому что сила их ограничена. И по этой причине превознесенный Мессия открыл дверь перед филадельфийскими верующими. Он говорит, вы сохранили Слово Мое. В Филадельфии был успех, в то время как в Сардисе неудача. В Филадельфии не было никакого компромисса. Не было никакого ухода. Эта община не отвергла Иешуа даже при гонениях. Также мы видим здесь ссылку на сатанинское сборище. Либо сатанинская синагога, и у Иешуа нет никаких проблем с синагогами. Он в синагоге посещал всю свою жизнь. Это привычная традиция, обычая в Новом Завете. Поэтому он ничего против не имеет того, чтобы были синагогами или быть евреем. Но очевидно, там было собрание некоторых людей, которые сотрудничали с сатаной, против интересов Царства Божьего. Это была сатаническая деятельность. И Иешуа без промедления называет это своим именем. И произошел очень большой конфликт между мессианской общиной в Филадельфии и неверующими евреями, тоже там, которые жили. Почти тот же самый язык используется во 2 главе 9 стихе. И снова евреи там не жили в соответствии со своим именем. Что значит быть евреем? Они не ведут себя так, как те, которые хвалят Бога. Но в этом случае они сотрудничают с сатаной. И это катастрофа. И также по возвращении Мессии верующие евреи, за них будет отомщение. И я сохраню тебя от времени испытания. Я сохраню тебя от времени испытания. Он говорит, я приду скоро. Ну, во-вторых, когда церковь в Эфесе, Пергаме и Сардисе, с Эфесе, Пергаме и Сардисе, Приход Мессии будет такой, что они убоятся. Если они не покаятся. А сколько Он придет как их судья. Но в отношении Церкви в Филадельфии Слова Мессии не несут никакой угрозы. Но, скорее всего, это счастливое обетование о Его скорейшем приходе. И затем, в 12 стихе, Он дает обетование побеждающему. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего. И Он уже не выйдет вон. Столп – это символ постоянства и стабильности. Часто там были угрозы землетрясений в Филадельфии. Иногда после землетрясения Все, что остается – это столп. И Иешуа говорит – Вы мой столп. И что Он напишет имя Бога на них. Другими словами, что они принадлежат Богу. И Он напишет на них имя нового города – Иерусалима. И Он и они будут гражданами небес. Иешуа напишет Своё новое имя, то, что Он даст им. И у Него побеждающего будут особенные взаимоотношения с Мессией. Мы теперь подошли к последней из семи церквей. Ладикийская. Стихи 14-22. Ладикия на расстоянии 25 км к юго-востоку от Филадельфии. Самый богатый город из всех этих городов. Это банковский центр. И когда в 60-м году было землетрясение, город был разрушен. Город был настолько богат, что они отказались от финансовой помощи со стороны императора. Они сказали – Спасибо вам большое, но мы сами справимся. И также дорогие одежды, сшитые из черной шерсти. Это один из самых важных товаров на экспорт. Также известные там были медицинские школы. Откуда вышла известная на весь мир медицина глаза. И также во главе Бога исцеления Эта школа изобрели специальные мази для исцеления, для лечения глаз. Из всех тех сильных сторон Ладикии этого города там был основной большой такой недостаток. У них не было естественного источника воды. Несколько километров к северу были другие города. У них были первые гостиные гостиные, потому что их жаркие гости. И кто уехал? На Ладикии? Угу. 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 Вода не подходила для питья. И был вкус лайма, иммона. И был тепид, и он был сикли. Тепид, и, знаете, это просто не вкусно. И так же, где Турция, и так же, где-то 12 километров к югу от Лайдикея. Там были другие источники холодной воды. И Лайдикея построили целую систему трубопровода из камня. Можно сказать, питьевую воду они брали с юга, с южных источников. К тому времени, пока вода проходила 4 километра, она уже не была холодной. И в 14 стихе Иешуа так о себе говорит. Так говорит Амэн, истина. Свидетель верный и истинный. И вот с особенной торжественности он говорит следующие слова. И поэтому такое обвинение он предъявляет им. Они не горячие, не холодные. Но теплые. Это намек, это ссылка на источник воды, который был у Лайдикеи. И это метафора очень хорошо подходит к описанию общины. Потому что, если взять горячая вода, либо холодная вода, это можно позитивно охарактеризовать. И говорит, что лучше бы у вас была холодная, освежающая чистота. Либо же, пусть у общины будет горячая вода с терапевтическими свойствами. Как на севере источники были. Но не было ни того, ни другого. Они были теплыми. И лук-ворм, наверное, приводил к медиокрой, Можно сказать, их теплота, в чем заключалась. Они были посредственными, такими средними, посредине дороги. Так что это ни на кого не влияло. И никого не обижало, никого не оскорбляло. Они были просто теплыми. И что можно сказать про это состояние теплоты? Это полностью отвратительно, омерзительно для Бога. И здесь он использует термин для «вомит». Либо полное отвержение. И это как суд над их самодостаточностью. Вот они. Материально обеспеченные. Так же духовной безопасности. Они были слепыми в отношении их собственного духовного состояния. Потому что в реальности они были жалкими. Они были нищими. Они были бедными. Они были слепыми. Они были нагими. Они абсолютно не понимали своего духовного состояния. Он говорит, вы не знаете. Ты не знаешь. Ты попрошайка. Они были слепыми, даже несмотря на все их медицинские школы, где глаза лечили владики. Они были нагими, даже если в городе были производство одежды. И производили шерсть, либо материалы шерсти, шестяные изделия. Поэтому Иешуа дает им такой совет в восемнадцатом стихе. советуют тебе купить золото у Иешуа. Настоящее богатство. И, в частности, то золото, которое соответствует славе Божьей. Они должны были обменять свои черные одежды, сделанные из черной шерсти, на белые одежды Его праведности. Также их духовные глаза должны были быть исцеленными. Потому что им не хватало духовного видения. Они привыкли к использованию медицинских средств для того, чтобы лечить глаза. это противопоставление тому, чтобы их духовные глаза были открыты. Поэтому Он предупреждает их, говорит им покаяться. «Я кого люблю, того обличаю и наказываю». Иешуа говорит общине что этот жесткий упрек с его стороны происходит из его глубокой любви к ним. И говорит, «Потому будь ревностен и покайся» Он обращается к этой общине, которая не достаёт ревности. «Потому что Господь призывает к страсти, к страстному отношению и отклику на Его слова». Поэтому в стихах 20 и 22 мы видим приглашение Иешуа и Его обетование. «Что я стою у двери и стучу». Часто в евангелизме используется этот стих в связи с тем, что неверующий должен открыть сердце Господу и позволить Ему войти. Но это приглашение обращается к верующим верующим, которым приглашение в том, чтобы они вошли в близкие отношения с Иешуа. «Я буду обедать с ним, он будет со мной есть». И если говорить о восточной традиции, этот приём пищи это основной приём пищи. Вечерят с ним, это как близкие друзья. И это Вечеря отображает общение общение, которое может быть у тела верующих с настоящим Иешуа. Это наш Иешуа, который говорит. Это наш Иешуа, который говорит. Это тот Иешуа, который мы можем ощущать даже сегодня. Мы должны проводить качественное время в Его присутствии, взаимодействуя с Ним, иметь сладкое общение с Ним. Именно это Он приготовил для нас. И Он говорит, что победитель сядет на троне Иешуа, вместе с Иешуа так же, как Он сел с Отцом на Его троне. Поэтому обетование всем искренним верующим, кто побеждает верой и побеждает в мире. И затем следующий отрывок это противопоставление настоящему состоянию Мессии к тому, кем Он будет в будущем, как Он будет править в будущем. Что сейчас Мессия разделяет престол Отца в славе. Но также придет день, когда Он установит Свой трон на земле. Как Матфея 25, 31. И в этом будущем, когда Его суверенность будет явлена всему миру, все те, кто доверяет Ему, также будут править с Ним. Поэтому я хочу подвести итог того, о чем мы говорили. Тот, кто умеет уши слышать, да слышит. Пусть слышит то, что Дух говорит церквям. Ефес. Опасность потери нашей первой любви. Смирна. Опасность страха перед страданиями. Пергамос. Опасность доктринального компромисса. Фиатира. Опасность морального компромисса. Сардис. Опасность духовной мертвости. Филадельфия. Опасность того, чтобы не держаться, не выстоять. И Леодикия. Опасность теплой духовности. Опасность. Опасность.